Раскол в европейском футболе. Топовые клубы анонсировали создание Суперлиги. Наверное, самого долгожданного турнира за последние 20 лет. Ведь первые разговоры о нем велись еще в конце прошлого века. Но официальные футбольные власти выступают против. Под угрозой срыва оказалась даже Лига чемпионов. Подробности у Бержана Валиева. Разговоры о создании Суперлиги шли долгие годы. Но в то, что это случится реально, верили с трудом. Своё участие в новом турнире, который должен стартовать уже в августе этого года, подтвердили 12 клубов. Это итальянские Милан, Ювентус и Интер. Английские Арсенал, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер-Сити и Манчестер-Юнайтед. И испанские Реал-Мадрид, Барселона и Атлетико. До начала первого сезона к ним присоединятся еще три команды. Ими могут стать Бавария, Лейпциг и Порту. Всего проект подразумевает участие 20 коллективов. Пять будут отбираться каждый год путем квалификации. Главным организатором выступил Ювентус. Президент туринцев Андреа Аньели из-за этого покинул пост главы ассоциации европейских клубов. Организация выступила против создания Суперлиги. А возглавил новый турнир президент Реал-Мадрида Флорентино Перес. Я не сомневаюсь, что наш клуб, несомненно, сделает лучший выбор. И это решение будет самым правильным для будущего клуба. Я только узнал об этом, поэтому пока ничего не могу сказать. Мне нужно получить больше информации. Если я что-то прокомментирую сейчас, это может быть проблемой для клуба. Так что нужно подождать. При вступлении основатели получат 3,5 миллиарда евро. Эти средства рассчитаны на затраты под запуск нового турнира. Однако УЕФА и ФИФА уже резко судили инициативу. Против высказался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Планы по созданию Европейской Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу. И мы поддерживаем принятие мер футбольными властями. Они нанесут удар в самое сердце национальных игр. Участвующие клубы должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги. Европейский футбольный союз и национальные чемпионаты собираются отстранить клубы и игроков Суперлиги из всех турниров. Под угрозой даже оказались нынешние сезоны Лиги Европы и Лиги чемпионов. Создание нового проекта анонсировали как раз перед заседанием УЕФА, на котором исполком Союза должен был утвердить новый формат Лиги чемпионов. Однако теперь будут принимать решения относительно возникшей революции. При этом клубы-основатели Суперлиги готовы обсудить с футбольными организациями все имеющиеся вопросы. Однако уже обратились в суды с целью защитить новый турнир. Бржан Валиев, Хабар, 24.